Всем привет! Помыла баклажаны, убрала плодоножки. Хочу поделиться очень вкусным рецептом приготовления баклажан. Жареные баклажаны. Очень просто и очень вкусно. Просто я не люблю икру из баклажан. Я там не чувствую вкуса баклажан. Когда много разных овощей, моркови, сладкий перец и много всего мелко нарезано, теряется вкус именно баклажана. Я много разных рецептов пробовала икры, но не заходит мне, не нравится. А вот этот рецепт, это у меня у сотрудницы, мама мужа была свекров, была азербайджанка. Ей уже нет в живых, конечно, но рецепт этот остался. Меня угостили, и мне так понравился. И с тех пор, это было давно, более 20 лет назад, с тех пор я только так и готовлю баклажаны. Сделаю небольшое отступление. У нас сегодня в городе снова был взрыв, очень сильный. Я вчера не поехала, хотела на рынок, мне надо поехать. Вчера не поехала, как-то тяжело после того прилета в гостиницу, а рынок недалеко оттуда. А сегодня проснулась утром, думаю, ну вроде бы спокойно, ночь была спокойная. Собралась и поехала. И зашла в магазин Аврора, сеть магазинов у нас в Украине. Только зашла в Аврору, и как рвануло, люди все испуганные, смотрят по сторонам. Ой, в общем, я села на маршрутку и уехала домой. Уже ничего не хочется, уже забыла, что я хотела. Ну такое, в общем. Попали в автосервис. Очень большой котлован там. Автомобили на крышу повылетали. На крышу боксов, больших боксов высоких. Так что не оставляют в покое. Сказали, всю эту неделю может продолжаться. И не только неделю, уже не знаем когда. Когда этому конец будет. В общем, приступим к баклажанам. К рецепту вкусному. Я раньше не чистила баклажаны. Но как-то в последнее время, может я раньше не замечала, но мне кожа очень какая-то жесткая. Не нравится мне. Поэтому баклажаны я очищаю первым делом. Я почищу баклажаны и нарежу их кусочками. Кусочки не мелкие, такие крупненькие. И теперь посолю и хорошо перемешаю. Пока баклажаны будут просаливаться, нарежу лук и помидоры. Лук можно нарезать любыми кусочками. Я люблю мелко. Но кто любит лук, можно крупными кольцами нарезать. Помидоры нарезала не мелко тоже. Лука я люблю много. Но это уже каждый по своему вкусу добавляет. В сковородку наливаю оливковое масло. Наливаю немного, чтобы слишком не было жирно. У меня оливковое, можно брать любое растительное. Баклажаны просолились. И вон сколько сока выделили. Масло уже разогрелось в сковородке. Теперь баклажаны надо отжимать и отправлять в разогретое растительное масло. Баклажаны жарю не на маленьком углу, не чуть выше среднего. Сейчас они немножко обжарятся и буду добавлять лук. Уже приятный аромат. Сейчас лук зарумянится. И можно будет добавлять помидоры. Можно еще добавить горький молотый перец. Я иногда добавляю, иногда не добавляю. Мне особо это не меняет вкус. Поэтому можно и без перца. У нас такой пасмурный день. Еще пол пятого. Но уже включили свет. Потому что дождь пытается, пытается пойти. Брызгает, брызгает. И все никак не разойдется. Можно добавить не только горький перец. Но и свои любимые приправы. Ну и без ничего вот так. Очень вкусно получается. Еще раз заострю внимание, что жарится это не на маленьком огне. Выше среднего. Теперь жарим до готовности, чтобы баклажаны стали мягкими. Рекомендую всем пожарить баклажаны по этому рецепту. Все очень просто и очень вкусно. Я думаю, всем должно понравиться обязательно. Особенно, когда вот они очищены от кожицы. Я раньше делала не очищая. Сейчас я очищаю. И мне это намного больше нравится. Потому что грубая кожа сейчас в баклажанах. Не знаю, может этот сезон уже такой подошел к концу. Может это от жаркого лета. Кстати, помидоры я тоже очистила от кожицы. Всем желаю тихой, доброй ночи. Мира и добра. Всем добрым, любимой земле. Субтитры сделал DimaTorzok